Всем привет, мои хорошие! Прямое включение из машины, как обычно. Сегодня опять едем по делам. Вместе с моей великолепнейшей, просто изюмительнейшей сестрой, которая никогда в кадре не показывается. Кстати, люди постоянно спрашивают, почему тебя нельзя снимать. Потому что у меня такой вот длительность. Вот. Отвечаю сразу на все ваши вопросы. Потому что у нее такой род деятельности, что ей нельзя сниматься, нельзя показывать, выставлять свою жизнь на показ. И не спрашивайте, где она работает. Я все равно не скажу и не отвечу. Так. Ну что, сегодня опять прогуляемся по торговым центрам Москвы. Поработаем немножко. В общем, беру вас с собой. Поехали! Поехали в торговый центр. Называется Принц Плаза. Кто в Москве живет, тот знает, наверное, метод от листа. У меня здесь то и какие дела есть. Вот. Кстати, хотела вам показать точку. Вы меня всегда спрашивали, где я заказывала куши. Вот эта точка. Мальча Суши Бендра называется. И вот меню. Если помните, у меня на мукбанках часто видели вот эти роллы. Они всегда свежие и вкусные. Можете заскринить цены, посмотреть. Вот эти мои самые любимые. Помните. Здесь можно поштучно, кстати, заказывать. Это нисколько не реклама. Я просто их очень люблю. Короче, ребят, сейчас такое было. Сестра прошла еще один в одно место там по делам. Я пришла одна в машину. Подхожу к машине, а тут двое молодых парней. Стоят, курят возле нашей машины. Так не это, не принужденно вообще. Один еще руку на капот положил такой вообще деловой. И это я подхожу. Ну, ключи-то у меня. Дверь открываю. Нажимаю на кнопочку, дверь открывается. И они такие, ой, вы не подумайте. Не-не-не. Мы тут просто стоим, курим просто в теньке. Потому что вы такой тенек хороший нашли. Я говорю, да ничего страшного. Ну, курите, пожалуйста. Не запрещено. Вот. Смотрите, что я взяла. Блин. Прямо на мне там аппарат сломался. Сейчас покажу. Это Боба Бабл Ти с тапиокой. Ну, Боба Ча это называется. Боба Ти. Взяла там самый кислый, самый без сахара, который был. И на мне сломался вот аппарат, который вот такую крышечку, короче, делает. Из пленочки. Вот. И он на мне сломался. И она мне сделала обычную из-под кофе такую крышечку. А там пленочка такая наклеивается. И ты туда втыкаешь вот такую трубочку. Сейчас попробую здесь. Но, блин, мне неудобно. Мне неудобно одной рукой и держать этот телефон. Так. Если б можно было его пришпан варить, конечно. Но не получается. I am sorry. Мы сделаем вот так вот. И вот так вот. Е-е-е-е. У меня получилось что-то. Ну, буду левой рукой пить. Чё ж. Угу. Как вкусно. Тут малина, чёрная смородина. И чё-то ещё. Какой-то экзотический фрукт. Кунг-кват, что ли? Ммм. Это бипец, как вкусно. Ой. Мне надо, конечно, племяннице сказать, что здесь это есть. Она это обожает просто. А я очень давно хочу. Вы за вас, мои хорошие? Блин. Б-блогер. Никак не могу настроить эту селфи-палку. Холодненько, вкусненько. Ещё сегодня погода такая классная. Солнечно. Немножко ветерочек дует. В общем, лето продолжается. Что не может не радовать. Ну, потому что сейчас такое время. Все ж носят на картах в основном. Мелочи, честно говорю, нету. Блин, вот жалко. Я бы, конечно, помогла тётеньке. Ну, реально мелочи нету. Ну, что делать в такой ситуации? Ну, видно, что она не пьющая. Я обычная... Надо вообще дверь закрыть, чтобы никто не подходил. Короче, ну, когда я вижу, что человек не пьющий, реально какая-то ситуация жизненная сложилась. Никто от этого не застрахован. Я всегда помогу. Ну, сейчас реально нету денег. Ну, в смысле, деньги есть, но все на карте. Боже, она зачем так кричать? Женщина идёт, разговаривает по телефону, так кричит. Интересно, эту тупюку отдельно можно купить? Я бы купила, дома такое делала. Не трясись мне тут. У меня сегодня был личный рекорд. я полностью собралась от и до. Это вместе с душем даже. Приняла душ, оделась, накрасилась, и всё это вместе за полчаса, чтобы вы понимали. Обычно у меня на это уходит час. А тут мне сестра сказала, если хочешь, чтобы я тебя подвезла, вот у тебя есть полчаса. Я в режиме электровеника. Быстро, 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 быстро. Ну, как видите, справилась. Ушпела. Ой, как вкусно. Как мне вкусно. Сестра моя уже идёт. Тут, кстати, хорошее место. Ну, в плане того, что прямо в торговом центре есть МФЦ. А мне как раз по делам надо было ну, кое-какой документ там распечатать, заказать. Заодно и сделала дела. Да, иду он? Да, он же теперь переехал. Он теперь здесь. Цивильный рынок сделали. Да. Похож на Фудсити чем-то, да? Дизайном. Идите, пошла жить. Ну, я тебе не рассказала. Подхожу к машине, а тут двое парней. Я сейчас к ней не пошла. Потому что... Потому что у неё там встреча. Ну, там ненадолго. Надо просто кое-что забрать у человека. А сейчас мы поедем ещё в одно красивое место. Раньше мы с подружкой там очень часто были. Любили там тусить. В общем, покажу, покажу. Тупилки осталось уже совсем чуть-чуть. Ладно, ребятки. Буду допивать. Ой. Вот эту крышку открывается постоянно теперь. Буду допивать, а когда едем... Поснимаю вам немножко. Всё. На связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Погода сегодня вообще отличная. Зашли в мармеладный райс. Мармеладка острая. Сейчас. Сейчас. Погода. Погода такая жаркая. Капец. Шпарит как будто июнь, а не сентябрь. Вот так и живем. Сейчас нам надо перейти в другой торговый центр. Тут будет фонтанчик. Как же я люблю фонтанчики. Тут еще один небольшой фонтанчик. Но он сейчас работает не на полную мощность. Знаете, это видимо будний день, экономят что ли. Так вообще он высоко струя бьет. Немножко релаксов. Меня успокаивает шум воды. Сколько голубей тут. Смотрите, они прямо облюбовали это место. Все на крыше там сидят. Еще часть вот там вот кушает. Как много тут голубей. Ну потому что рынок рядом. Скорее всего из-за этого. Ребята, у нас тут жара. Как будто июнь месяц, а не сентябрь. Я аж запыхалась. Но дыхание сбилось из-за духоты. Вот так вот. Солнце шпарит. Погода классная. Настроение отлично. Чего и вам желаю. Немножко поснимаю себя. А то этот влог какой-то несуразный. Вот так. Это что за собачка такая? Красивая. Мы уже в другом торговом центре. Все ездим по работе, по делам. Немножко вам заснять эту красоту. Кстати, в этом торговом центре работает магазин Сваровский. Прикиньте. Зашли, посмотрели. И цены нормальные. Но я там не стала снимать. Потому что одна продавчица. В общем. Она так косилась. Вот и здесь что? Бухта. Бухта. В лифтике уже едем. Сейчас собачку вам прямо здесь сниму. Прикольная. Все, мы уже приехали. Мы зашли в детский мир. Выбираем машинку для племянника. У него завтра день рождения. Вот, надо что-то выбрать. Ой, какая красивая, красная. Такое. Да, цены меньше. Но детские игрушки не детские. Ему вообще вот такие нравятся всякие грузовички. Трактор. Пам-пам-пам-пам-пам-псинька. В общем, сейчас выберем. Я, наверное, вам дома уже покажу. Чё и как. Может, вот такой гараж или что это? Паркинг. Паркинг. Полис-стейшн. Наконец-то добрались до дома. У меня вот такой ужин. Замечательнейший. Ну, потому что я сегодня ничего не ела. Это гриль окорочок. Салат столичный. Огурчик. Здесь много зелени. Как обычно, как я люблю. И вот такой батон чесночный. Багет чесночный немножко. Вам голодно? Я не могу. Чтобы вы понимали, время сейчас 7 часов вечера. А это моя первая еда. Кроме чая, который я выпила. Вместе с вами попробую. Вместе с вами попробую. Вместе, чего ты там ржёшь? Всказать. Прерывают тут все. Вкусно, но мало соли. А что ты решила себе будешь готовить? Салат с тунцом. Вот так вот, если держать. Нет, всё равно. Камера получается как-то вот так согнута. Нехорошо. Всё равно я буду без вас кушать. Так, чисто попробовала. Похрустеть с вами. А дальше сама. 7 часов вечера. Поздно. И что? Поздно. Так, а кто тебя запрещал в городе что-то поесть? Ну, там не вкусно. Дома вкуснее. Потому что... Всем приятного аппетита, кто также кушает. Потом покажу. Не переключайтесь. Сейчас покажу, что мы купили. Ну и что? Плохие люди это я говорю. Нельзя так говорить. Они не понимают, как ранят. Поэтому ты заедаешь горе? Да. Я заедаю стресс. И чтобы взять себя и ухудеть. Зачем? Ради неё? Почему ради неё? Чтобы тебе больше так не было неприятно. Ради себя. А-а-а. Ай-яй-яй. Ваниль, ты понимаешь, в чём пекло? Я-то всегда была такой. А ты нет. Да. И у людей культурный шок. Почему мне никто не говорит? Потому что я всегда была вам молодна, с детства. А вот... Согласить несправедливо. Мне все высказывают? Да потому что все удивляются, что там Алина с её талией стала... Оп. Ну и что? Талия у меня и сейчас угу-го. Ну и что? Ну и что? Ну и что ты за человек? Вместо того, чтобы поддержать... Да, поддержала. Я тебе сказала, соберись и сделай так, чтобы ты больше такого не слышала. Угу. А я вот когда поняла, что я в осенней гардеробке вошу, а денег купить новое у меня нету. Извините меня. Ну как отказаться от вкусной еды? Просто взять и отказаться. Ну она такая вкусная. Ничего. Она никуда не убегает. Похудеешь – поешь. Угу. Похудеешь – поешь, потом обратно всё вернётся. Один раз поешь, а не нажарайся каждый день. Вас снимает скрытая камера. И? Точнее меня снимает. И? Ну. Поймала я момент, когда ты такая настоящая. Какая настоящая? Не такая. Какая? А что я не так сказала? Искренне я. Так а что я не так сказала-то? Что ты так сказала? Нет. Ну просто до моих мозгов это никак не дойдёт. Ну, поэтому мозгами, что улажать не не кидал. Угу. 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 такой наборчик всяких всяких мармеладок и такой мармелад в виде бургера какой прикольный миндаль в шоколаде кешью в шоколаде угадайте сколько за все за всю эту красоту отдали 1600 рублей вот так то вот так не дешево нынче у нас сладости и мармеладки давайте попробуем вкусно очень вкусно я сейчас вам покажу картину которую рисует моя сестра картины по номерам талант не пропьешь на сестра на 3 супер она на эту картину столько времени потратила потому что каждую деталь каждую мелочь надо было прорисовывать на картине армянская церковь в общем вечера будем проводить не скучно на этом наверное буду завершать видео всем спасибо за внимание спасибо что со мной люблю вас пока 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 и